Аквинта И определиться с ключевыми параметрами реформы И тут происходит прямо-таки удивительная вещь Официальный представитель, вице-премьера Ольги Голодец, курирующей в правительстве соцблок Категорически опроверг информацию о возможном повышении пенсионного возраста в ближайшее время Просто мексиканский сериал какой-то Скажем прямо, то что возраст выхода на пенсию будет повышен, это далеко уже не новость С этим свыклись Но черт, как известно, кроется в деталях Как именно будет осуществляться повышение возрастной планки И как это отразится на размере пенсий Похоже, что на сегодняшний день основная версия такая Грядет поэтапное увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет Для женщин до 60 лет, начиная с будущего года Хотя, конечно, возможны варианты Тут еще один серьезный момент С увеличением пенсионного возраста Приятно было бы услышать о росте продолжительности жизни россиян А тут картина такая Средняя продолжительность жизни у мужчин 66-67 лет У женщин 77 лет Не густо А для Урала с его экологией и того меньше Но не только в возрасте дела Очень важно обеспечить достойное качество жизни пенсионерам А тут министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин На недавно прошедшем съезде Единой России С высокой трибуны сказал, что в ближайшие три года Реальные пенсии будут только снижаться И государству нужно двигаться вперед С точки зрения пенсионного обеспечения Да кто бы спорил Вперед и прямо, невзирая на дождь и ветер в лицо И что любопытно Сравнительно недавно до этого Топилин прямо-таки источал оптимизм Заявляя, что бедных пенсионеров у нас нет Все они получают пенсии не ниже прожиточного минимума Да еще разные доплаты Сказка, а не жизнь в общем Это заявление вызвало шквал едких комментариев в сетях на тему А пробовал ли сам Топилин прожить хотя бы месяц на среднюю пенсию Средняя пенсия по стране, как известно Составляет сейчас порядка 13 тысяч рублей И это при нынешних ценах на лекарства и услуги ЖКХ Недавние соцопросы показали Что большинство россиян считает приемлемой для себя пенсию в 30 тысяч Что в принципе соответствует реалиям сегодняшнего дня Но вряд ли этот показатель достижим в ближайшем обозримом будущем Но наши пенсионеры это феноменально упертые люди С высоким уровнем стрессоустойчивости и выносливости Что им реформы? Внуков надо поднимать Как гласит популярная ныне фраза Денег нет, но вы держитесь И от винта Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok